Заметную роль тайванчик стал играть в конце 80-х, в начале 90-х годов, благодаря своим связям и с детства с будущим олигархом Чернем и будущим советником Кремля по спорту Торпищевым, с которым он учился в одной школе. Именно благодаря этим связям он был представлен Ельцину, и дела тайванчика пошли в гуру. В это время два крупнейших криминальных авторитета России, Бабик и вор в законе Вячеслав Иваньков Япончик, делегируют его полномочия, смотрящего в Европе, и направляют для решения насущных вопросов в пользу российских криминальных группировок. Так тайванчик оказался на западе, где становится ключевой фигурой, через который решаются все криминальные вопросы российской организованной преступности в Европе. Через него открывались счета в австрийских и швейцарских банках для теневого вывода средств из металлургических областей России. Следил за выполнением контрактных обязательств, контролировал прохождение денежных средств. После запуска в России афер Савиза, он возглавил группировки в Европе по выводу нелегальных средств на теневые счета, часть из которых он исправно переводил в воровской общак России. В середине 90-х тайванчик оседает в Берлине, где в составе группировки, в которой по подсчетам немецкой полиции только воров в законе насчитывалось 15 человек, прибирают к рукам 80% игорного бизнеса столицы Германии. В это же самое время вор в законе Япончик находится в США, где разворачивает активную деятельность. Средства, полученные криминальным путем в США, пригоняются в Германию на подконтрольной группировке тайванчика счета и затем легализуются. Все это происходит под неусыпным наблюдением Интерпола и ФБР, но из-за отсутствия доказательств ничего не предпринимается. Тайванчик, которому отвели роль отца русской мафии, смотрящего по Европе, имел официальные документы, был оформлен на разрешение на постоянное жительство, то есть были предприняты все шаги для его легализации в Европе, ведь в случае его депортации рухнули бы все налаженные связи. В 2002 году тайванчик арестовывает по надуманному поводу. Ему инкриминируют давление на судей во время Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, но большинство людей, владеющих информацией, склоняются к выводу, что это лишь повод для задержания. Основные мотивы в том, что ФБР необходимо получить от тайванчика показания по делу Бэнк оф Нью-Йорк, суть которого в отмывании денег русской мафии. У ФБР были записи разговоров между япончиком и тайванчиком, из которых следователи сделали вывод, что Тахтахунов отлично осведомлен о всех деталях операции по легализации денег через этот банк. В итоге, ничего не добившись, ФБР отпускает тайванчика.